Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Печи. Сегодня у нас уже 12 июля на календаре. И мы с вами традиционно подводим итоги уходящего дня. Саммит НАТО принес много неприятных сюрпризов, однако президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что результаты хорошие, но были бы идеальными с приглашением Украины в Альянс. А в то же время наши партнеры уверяют, что те условия, которые были озвучены для Украины, это максимум, который мог предложить НАТО в условиях войны России против Украины. В частности, в итоговом коммунике закреплено, что Украина станет членом НАТО без ПДЧ, без выполнения плана действий по членству. Правда, тут сразу возникают вопросы, а какие же тогда условия ставятся перед Украиной? Ну и вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что ответ на этот вопрос максимально размыт. Также сегодня заработал новый орган, Совет Украина-НАТО, где наше государство будет иметь право голоса, а не просто проводить консультации с партнерами по Альянсу. Кроме того, страны G7 объявили сегодня о гарантиях безопасности для Украины, однако президент Зеленский призывает более подробно закрепить их документально, чтобы Украина не получила такой себе Будапештский меморандум-2. Но сами разговоры о гарантиях безопасности для Украины вдруг вызвали истерику в Кремле, откуда начали делать громкие официальные вбросы информационные, чтобы посеять раздор в рядах НАТО. В частности, в Кремле заявили, что любые гарантии безопасности для Украины это посягательство на безопасность России. Вот глава российской разведки Нарышкин вообще вбросил тезис, что он якобы обсуждал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, цитирую, «что делать с Украиной». Впрочем, личные переговоры Зеленского с лидерами стран НАТО были более результативными в вопросе помощи ВСУ. Вместе с тем ВСУ продолжают наступление и имеют достаточно мощные результаты на поле боя. Поэтому давайте более подробно об этом втором и итоговом дне саммита НАТО сегодня с вами поговорим, подведем итоги, что мы получили от этого саммита, а чего, к сожалению, не получили. Итак, давайте поочередно вообще разберем основные итоги этого саммита. И начать стоит все-таки с итогового комьюнике, опубликованного в НАТО накануне. К сожалению, в нем мы так и не услышали прямого приглашения в НАТО. Однако определенные положительные моменты все-таки нужно отметить. В частности, в комьюнике закреплено, что Украина будет членом НАТО. Для нас убрали ПДЧ, план действий по членству. И вот этот пункт, он, по сути, нам сокращает путь в НАТО и, знаете, частично убирает манипуляции о реформах. На самом деле, это снимает много бюрократических вопросов. Конечно, это даже близко, даже близко не приглашение в НАТО, но это четкий отход от риторики об открытых дверях, которые непонятно открыты или закрыты, и ждут ли нас за этими дверьми. И буквально еще вчера об этих открытых дверях говорили и в Белом доме, и в Бундестаге. Отмена ПДЧ означает, что вступление Украины в НАТО должно состояться по ускоренной процедуре, то есть без излишней бюрократии. Потому что исполнение, а главное, признание всеми членами НАТО факта выполнения ПДЧ может затянуться просто на годы и годы. И некоторые страны больше 10 лет выполняли этот ПДЧ. Как вы понимаете, у нас столько времени нет, поэтому отмена ПДЧ должна сократить этот путь. И здесь, с одной стороны, генсек НАТО Йенс Толтенберг заявил, что сейчас Украина находится ближе к Североатлантическому альянсу, чем когда-либо в своей истории. Мол, вот эти решения, принятые в Вильнюсе, знаменуют начало новой страницы в отношениях между НАТО и Украиной. А с другой стороны, министр обороны Германии Борис Писториус заявляет, что Германия, конечно, понимает нетерпение Украины из-за отсутствия графика вступления в НАТО. Однако в вопросе членства должны быть исполнены некие условия. Но какие условия, Писториус не называет. И вообще все сегодня лидеры стран НАТО почему-то уходили от этого ответа и так и не говорили четко, что же мы должны выполнить, когда, чтобы мы вступили в НАТО. Но Писториус дальше добавляет, по сути повторяет тезис, который звучал уже несколько дней. НАТО боится войны с Россией. Вот и все. Вот я вам приведу его цитату. Все это нормальные стандарты для всех государств-членов НАТО. Это он об условиях. Я понимаю обиду и нетерпение, особенно в той ситуации, в которой есть Украина, я ей вполне сочувствую. Для вступления в НАТО должны быть выполнены условия. Какие, непонятно. Членство до того, как пограничные вопросы будут урегулированы и наступит мир, будет означать, что дело об альянсе может быть спровоцировано почти немедленно каким-либо действием. Ну, то есть, какое-либо действие спровоцирует открытую войну между Россией и НАТО. И вот здесь уже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня откровенно говорит, что нет вообще никакой ясности относительно условий будущего членства Украины в НАТО. Какие они, кем они должны быть сформулированы, непонятно. Когда должны быть выполнены эти условия, какие они и так далее. То есть, наша позиция четкая. Есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть, здесь у нас вообще принципиальные разные позиции. Мы говорим, наша позиция, есть все условия, их позиция, что есть еще какие-то условия, которые нужно выполнить. Какие именно, никто назвать не может. И вот эта ситуация выглядит, знаете, наверное, даже хуже ПДЧ. Потому что ПДЧ предусматривает, ну, какие-то конкретные условия и критерии. А сейчас эти условия и критерии непонятны вообще. Однако здесь мы переходим к следующему решению саммита в пользу Украины. Это создание Совета Украина-НАТО вместо комиссии, как это было до сих пор. То есть, теперь за столом с членами НАТО Украина не консультируется в таком формате, как, знаете, НАТО плюс один. То есть, есть большое НАТО, а есть вот маленькая Украина, которая с ними консультируется. Теперь Украина является участником совместного органа с конкретной программой по поводу той же синхронизации Украины с НАТО, о которой постоянно говорят чиновники на Западе. По сути, в рамках этого Совета Украина-НАТО, Украина уже предложила Альянсу создать конкретные перечень реформ и индикаторы их выполнения, необходимые для интеграции нашей страны. Чтобы эти условия не были размыты и как бы не могли меняться в ходе их реализации. То есть, как бы, чтобы не возникало ситуации, в которых критерий сегодня звучит так, а через год нам говорят, давайте вот реформы все-таки немножко по-другому вы сделаете. Вот, поэтому Зеленский сегодня говорит, что вот этот Совет Украина-НАТО, это не инструмент участия, это инструмент интеграции. То есть, этот инструмент дает нам чувство, что мы будем в составе Альянса, и после войны Украина станет членом НАТО. И именно в рамках этого Совета мы как раз должны прорабатывать все эти механизмы, все эти условия, все эти критерии, которые сейчас остаются максимально размытыми. И в Офисе Президента уже говорят об этом и наши западные партнеры о том, что вот год, есть год до саммита НАТО в Вашингтоне для того, чтобы в рамках этого Совета все это выработать, чтобы вот неопределенность сегодняшняя поменялась на какую-то четкую формулу нашего вступления в НАТО. А в то же время на совместном брифинге с Йенсом Столтенбергом президент Зеленский четко заявил, что Украина понимает, почему отдельные страны боятся говорить о членстве нашей страны в НАТО. Для этого все-таки необходимы соответствующие условия, но они касаются не реформ в первую очередь, а именно завершения войны России против Украины и полной безопасности в Украине. Приведут стату Зеленского. Мы адекватные люди, мы понимаем, что некоторые действительно боятся говорить о нашем членстве сейчас. Никто не хочет мировой войны. Это понятно и логично. Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Мы со многими сегодня встречались. Украина будет членом НАТО, когда действительно соответствующие будут условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле. И вот это, похоже, является главным препятствием для вступления Украины в НАТО. В нашем государстве продолжается война. Пока она не закончится, наши партнеры боятся нас принимать в альянс. Ну и, например, сегодня президент Литвы Гитанос Науседа заявил, что решение союзников на саммите по Украине было максимальным из того, что могли достичь страны-члены НАТО. Мол, о конкретном членстве Украины в НАТО можно будет говорить только тогда, когда условия разрешат. Премьер-министр Бельгии Александр Декроу заявляет, что сейчас решение о приглашении Украины в НАТО может не принести пользы никому. А наоборот, только подпитает риск столкновения НАТО с Россией. И, по его словам, главное условие вступления Украины в НАТО – это окончание войны. Поэтому сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине эту войну выиграть, включая многосторонние гарантии безопасности. Ну а еще Декроу добавляет следующее, что сегодняшние решения НАТО по Украине якобы не подтолкнут Россию к продолжению агрессии. Приведут стату. Я считаю, что это решение показывает полную поддержку странами НАТО Украины для победы в этой войне. Но мы занимаемся тонкой балансировкой. Мы полностью поддерживаем Украину. И эта поддержка будет значительной и долгой. Но мы не хотим сами оказаться в войне с Россией. Это не принесет пользы никому, это не поможет нам, это не поможет Украине, если страны НАТО окажутся у подножия войны с Россией. Ну и подобные тезисы озвучивал сегодня и президент Польши Анджей Дуда, который также заявил, что НАТО сделал, конечно, для Украины недостаточно, но пригласить Украину в альянс не позволяют условия. Никто в НАТО не хочет воевать. А впрочем, частично оптимизма добавляет здесь премьер-министр Эстонии Кая Калас, которая заверила, что уже есть определенные договоренности, которые и будут реализовываться через вот тот совет Украина-НАТО. Мол, сейчас главное это продолжать оказание Украине военной помощи. По ее словам, сейчас важно, чтобы все гарантии безопасности, то есть поставки оружия, были закреплены на бумаге, чтобы Украина была уверена в том, что при смене власти в любой западной стране ничто не изменится. И дальше Кая Калас добавляет главный тезис. По ее словам, определенные условия все же уже проговорены нашего вступления. И как только появится возможность, окно возможностей, а именно когда позволят условия безопасности, НАТО должны быстро принять Украину. Мол, для этого и сняли вот эти требования выполнения ПДЧ. То есть, как только маленькое окно возможностей, сразу нужно забирать Украину в НАТО. Хотя мы приведут стату Кай Калас. НАТО уже согласовало процесс вступления Украины, и министры иностранных дел будут ежегодно оценивать прогресс Киева. Важно, что мы не можем просто затянуть Украину в НАТО. Мы должны иметь конкретные шаги, которые к этому приведут. И мы договорились о таких шагах. Мы должны выполнить все условия, и когда появится окно возможностей, а оно может быть очень коротким, когда Украина оттолкнет россиян обратно в Россию, у них будет возможность вступить в НАТО. Нам придется принять Украину очень быстро. Это единственная гарантия, которая удержит Россию от дальнейшей агрессии, говорит Кай Калас. И вот именно здесь мы и переходим к тем самым гарантиям безопасности для Украины от западных стран, которые на саммите НАТО называют едва ли не главным достижением этого саммита для Украины. Значит, первоочередно президент Зеленский призвал, чтобы вот эти гарантии безопасности для Украины действовали до членства нашей страны в НАТО, а не как альтернативы. И тем более, чтобы это не было просто обещанием, как это было в случае с Будапештским меморандумом. Президент подчеркнул, что в Будапештском меморандуме не было вообще никакой конкретики, кроме того, что Украина была с этим документом все эти годы, а в критический момент, когда Россия, как один из подписантов, совершила нападение, Украина осталась в одиночестве. Что касается нового документа, который подготовили наши партнеры, то, по словам президента Зеленского, он должен действовать с момента завершения войны до момента вступления Украины в НАТО. Цитата Зеленского. На пути к НАТО мы хотели бы иметь те гарантии, которые сейчас есть у нас, и иметь их постоянно. Мы хотим иметь соответствующий документ, чтобы помощь была выписана и конкретно. Сегодняшняя рамочная декларация о гарантии безопасности открывает возможность этих двусторонних мощных документов. Здесь речь идет о том, что пока Украина не имеет юридических гарантий от партнеров, но имеет фактические, которые выражаются в финансовой, оборонной поддержке, плюс санкции против России. Следовательно, вот эти фактические гарантии должны быть зафиксированы юридически. Это станет таким, как говорит Зеленский, своеобразным зонтиком безопасности. А вот дальше уже Украина будет заключать и детализировать документы с каждым из государств гарантов безопасности. И там будут все те вещи, которые у нас есть, или которых нам пока еще не хватает. И вот сегодня страны G7 согласовали принципы гарантии безопасности для Украины. Это такая своеобразная декларация или основа, если хотите, для формирования уже более четких гарантий безопасности для Украины от каждой отдельной страны НАТО. Ну, в частности, те, кто, конечно, изъявят такое желание. Так вот, подчеркивается, что речь идет именно об индивидуальных гарантиях безопасности от каждой страны G7 в первую очередь. И здесь главное, что к этой декларации могут присоединиться и те страны, которые не входят в G7. Ну, как это, например, сегодня делают Польша и Румыния. Следовательно, на сегодняшний день мы имеем декларацию, подчеркиваю, декларацию о гарантиях безопасности от США, Германии, Японии, Франции, Канады, Италии, Великобритании, в целом Европейского Союза и вдобавок Польши и Румынии как отдельных субъектов. Известно, что страны G7 договорились об общих рамках для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине, направленных на превращение Украины в военную крепость для отражения российской агрессии. Это вот была цитата из этого соглашения. Обязательства будут включать поставки современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море, обучение украинских сил, обмен разведданными и помощь в киберзащите. А вот теперь интересное. В обмен на это Киев берет на себя обязательство провести реформы, в частности судебной системы, и обеспечить общественный контроль над Министерством обороны и вооруженными силами Украины. Вот это все должно по сути снять вопросы по коррупции. То есть здесь к гарантиям безопасности тоже привязали вот две. Судебная система реформирования и вопрос общественного контроля над Минобороны и вооруженными силами. И вот западные официальные лица говорят, что обязательства по безопасности, как они говорят, помогут Украине освободить территорию, оккупированную российскими войсками, и модернизировать армию страны. Они также помогут заверить Киев, что поддержка будет продолжаться вне зависимости от политических перемен в западных столицах. Потому что впереди не только в США выборы, но еще в целом ряде западных стран. И вот сегодня глава офиса президента Андрей Ермак добавляет, что гарантии безопасности стран G7 включают в себя меры по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии. В том числе это поставки оружия, это поддержка и развитие оборонно-промышленного комплекса Украины, то есть заход сюда таких компаний, как Rheinmetall, плюс модернизация и развитие нашего внутреннего ВПК, который, кстати, уже в условиях войны показывает очень хорошие результаты. Плюс эти гарантии включают в себя обучение наших военных, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности. Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и будут оказывать техническую и финансовую помощь. Плюс эти гарантии включают в себя меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки. Это сомнительный момент, как вы понимаете, но тем не менее он уже вписан. А также эти гарантии включают поддержку в привлечении России к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание России и увеличение ее расходов на войну. И вот дальше Ермак говорит следующее, цитата. Декларация о гарантиях безопасности – это первый документ, символизирующий наличие зонтика в виде гарантии безопасности. Важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы победили в войне и подписали уже фактические гарантии безопасности для нашего государства. Они будут действовать до вступления в НАТО. И что важно, сейчас это только декларации, я подчеркиваю, о гарантиях безопасности. То есть это только основные черты и принципы оказания помощи Украине. В дальнейшем Украина отдельно с каждым партнером будет согласовывать объемы военной, финансовой или политической помощи и будет устанавливать четкие временные рамки исполнения. То есть это основа, и на этой основе мы будем подписывать отдельные уже договора с США, с Британией, с Германией, с Францией, с Польшей, с Евросоюзом как таковым и так далее. Возможно, там Япония подключится. То есть сегодня это основа. И если нам удастся это довести до конца, это уже будет не просто обещание помочь при нападении, как это было в Будапештском меморандуме, и то там даже, по-моему, такого не прописано. То есть это не обещание, это уже планомерная помощь для усиления украинской армии. Это физическая передача вооружения, техники, обмен разведданными, интеграция в натовские структуры и так далее. То есть это более предметные гарантии. И раньше в Белом доме уже заявляли, что гарантии безопасности для Украины будут похожи на те, которые США предоставляют Израилю. И вот здесь израильские некоторые эксперты говорят о том, что это немножко заблуждение, что якобы у Израиля есть гарантии безопасности от США. Почему? Потому что между Израилем и США действительно заключен определенный договор на 10 лет, который предусматривает, что в течение этих 10 лет США оказывают помощь в виде современного оружия и совместного производства различных типов вооружений. Все. Гарантии того, что США гарантируют безопасность, это немножко преувеличенный тезис. Нам удалось вот вместить, внести в эту декларацию пункт о консультациях на случай новой войны. Вот. То есть немножко это видоизменяет уже тот сценарий, который реализуется между США и Израилем. В результате, как бы не критиковали вот этот подход США по отношению к Израилю, даже без членства в НАТО Израиль в итоге является едва ли не самой мощной военной силой в регионе. Это нужно признавать. Ну и опять-таки, чтобы понимать все-таки серьезность этих гарантий безопасности, стоит посмотреть на реакцию Кремля, где уже пытаются как-то посеять раздор в рядах НАТО. Во-первых, сегодня пресс-секретарь диктатора Путина Песков заявил, что Кремль рассматривает предоставление гарантий безопасности для Украины от стран Большой Семерки как посягательство на безопасность России. Мол, это же нарушает принцип неделимости безопасности. Вот. И это, кстати, то, на чем настаивает Пекин. Пекин постоянно говорит о том, что должен действовать принцип неделимости безопасности. То есть, если вы обеспечиваете безопасность одной страны, вы должны учитывать беспокойство соседей. Конечно, не в нашем случае, потому что у нас соседи напрочь, извините, отбитые. Но вот Китай на этом настаивает, что должен быть принцип неделимости. И вот Москва начала подпевать этому, говорит, если Украина получит такие гарантии безопасности и будет получать вооружение, то тогда это нарушает этот принцип. И вот здесь Москва начинает опять играть мускулами. И тот же Песьков сегодня говорит о том, что Путин планирует посетить Пекин в ближайшее время, когда это непонятно, в ближайшее время, где будут обсуждать с Си Цзиньпином вопросы экономики, торговли и так далее. И вопросы геополитики, то есть тех регионов, в которых есть интересы и Китая, и России. То есть я думаю, что здесь Путин поедет опять умолять Си Цзиньпина как-то помогать, как-то включаться, мол, посмотри, что же это происходит. Украину, конечно, в НАТО не приняли и даже приглашение не озвучили. Но вот будут дальше поставлять оружие и давать определенный зонтик безопасности. А это же нарушает принцип неделимости этой безопасности. Поэтому здесь, конечно, Россия будет дальше раскручивать и манипулировать и пытаться как-то заигрывать в этом вопросе с Китаем. И плюс, во-вторых, тут еще, почему я говорю, что Кремль начал истерить? Потому что сегодня глава российской разведки Нарышкин начал рассказывать басни о том, что якобы в июне в разговоре с главой ЦРУ Уильямом Бернсом они вдвоем решали, цитирую, что делать с Украиной. Насколько это правда, у меня большие сомнения, это скорее было вброшено в самый разгар переговоров в Вильнюсе, для того, чтобы, знаете, начали, а вдруг, а что же это такое, получается, США у нас за спиной что-то обсуждают и так далее. Они видели, что и так в Вильнюсе накал очень высокий и решили, видимо, немножко еще масла в огонь подлить. Впрочем, по гарантиям безопасности еще раз нужно понимать, что они начнут действовать, увы, после окончания войны. До того момента у нас есть формат Рамштайн, и в этом формате мы будем наращивать уже поставки оружия от партнеров. Но пока гарантии безопасности только декларативны, помощь от партнеров все-таки продолжается. И вот эта помощь была закреплена сегодня во время встреч между Зеленским и ключевыми партнерами по НАТО. Например, во время встречи Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было договорено о начале подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 уже в августе. Отдельно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встречался с коллегами из Германии и Дании и заявил, что по его оценкам первые истребители F-16 должны уже летать в украинском небе до конца марта 2024 года. Во время встречи Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем последний заявил, что Германия передаст Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Украина получит дополнительные ракеты к ним. Австралия, хоть и не является членом НАТО, но выделяет для Украины новый пакет военной помощи, который включает в себя 30 бронетранспортнеров Bushmaster. Норвегия передает еще две ЗРК НАСАМС. Во время встречи Зеленского и премьер-министра Британии Риши Сунака стороны обсудили оборонные потребности Украины, дальнейшее сотрудничество по расширению возможностей украинской армии на поле боя, а в частности благодаря дальнобойному оружию и в будущем современной западной авиации. И здесь интересный момент. Происходит встреча Зеленского с американским президентом Джо Байденом. И тут уже появляются утечки определенные о том, что Байден обсуждает с Зеленским вопрос предоставления Украине ракет Атакамс. Дело в том, что вопрос кассетных боеприпасов был, наверное, даже более спорным и скандальным для Белого дома, нежели ракеты Атакамс. А у нас сейчас есть ситуация, в которой Британия поставляет Storm Shadow, Франция поставляет французскую модификацию этой же ракеты под названием Scalp, и тут еще и самое время Атакамсы уже наконец-то начать поставлять. То есть здесь США не будут первыми, и вот аргумент в том, что это спровоцирует Москву на эскалацию, ну его можно уже отмести. Он уже как бы не является каким-то решающим в этой ситуации. Но здесь вдруг появилось определенное раздражение со стороны наших партнеров, и вот это немножко настораживает. В частности, издание The Guardian сегодня приводит слова министра обороны Британии Бена Уоллеса, который заявил, что страны Запада не являются онлайн-магазином Amazon и не могут передать Украине все необходимое оружие из своих запасов. А еще Уоллес добавил, что западные страны хотят видеть благодарность, а не требование дополнительной помощи. Мол, иногда мы получали военную помощь, но забывали поблагодарить. И тревожно в этом контексте еще и то, что сегодня утром такое же заявление сделал еще и советник президента США Джейкоб Салливан, который тоже намекал на то, что украинцы уже должны быть благодарны за оказанную помощь. Мол, вместо критики, вместо требований вы лучше благодарите. Вот это немножко напрягает в ситуации, когда до окончания войны еще очень-очень далеко, а наши партнеры уже начинают говорить о том, что, мол, вы как-то не так вот отблагодарили. Тем не менее, нужно понимать, что все-таки был ли этот саммит для нас на 100% положительным, ну, это очень сложно так выражаться, был ли он провальным, не считаю. Определенные все-таки сдвиги в этом вопросе есть. Увы, но они только, скажем так, закладывают основу. Но, тем не менее, это уже процесс заложен и по гарантиям безопасности, и по нашему продвижению в НАТО. Но здесь нужно понимать, что, чего я опасаюсь, если честно, это того, что все-таки на ближайшую, на среднесрочную перспективу мы получим вот те самые гарантии безопасности вместо членства в НАТО. Вот я пока это так вижу. Не готовы наши партнеры. И вопрос не в реформах, о которых все говорят. Да, реформы проводить нужно 100%, это точно. Но, как вы видите, риторика такова, что они просто не хотят ввязываться в эту войну. И сейчас нужно еще обратить внимание на заявления, которые звучат из Европейского Союза. А в Европейском Союзе сегодня президент Еврокомиссии Расула фон дер Ляйен начала расхваливать, насколько быстро, насколько успешно мы выполняем все критерии для вступления в НАТО. И переговоры, начало уже фактических переговоров о вступлении Украины в НАТО могут начаться до конца этого года. Зеленский сегодня обсуждал с представителем Евросовета Шарлем Мишелем тот же вопрос. Тоже там отметили, что до конца этого года могут уже начаться фактические переговоры, потому что Украина прямо стремится в ЕС, выполняет кучу всего. Если сохранить тот же темп, то вот конец года будет сюрпризом. Плюс сегодня еще и президент Сербии Александр Вучич, да, ну как бы не в ЕС пока, но тем не менее заявляет, что как раз на конец года Украине готовят в ЕС некоторые сюрпризы. Поэтому, знаете, тут такие подозрения некоторые возникают, что, мол, они хотят ли нам на среднесрочную перспективу, знаете, предложить членство в ЕС плюс гарантии безопасности для Украины, а вот с членством в НАТО, ну, немножко придется повременить. Вот есть у меня такие опасения. Я очень хочу ошибаться в этом вопросе, но ситуация вот выглядит пока так. Посмотрим еще, какие будут заявления после уже саммита НАТО, потому что потом начинают скрываться еще определенные подробности. Сегодня, вы сами понимаете, лавина новостей, лавина переговоров, лавина событий на полях саммита НАТО, и что-то могло уйти из внимания. Соответственно, что-то может появиться спустя какое-то время. Поэтому я здесь ставлю многоточие, и мы к этой теме обязательно еще вернемся. Друзья, сейчас попрошу вас, подпишитесь на мой личный YouTube-канал, называется он Алексей Печий, ссылка на него в описании к этому видео. Поставьте лайк этому выпуску, и напишите в комментариях вот ваше мнение по поводу итогов саммита НАТО. На этом все. Я дякую всем, кто объединился, и традиционно закликаю. Верите в Украину, верите в ЗСУ, допомагайте один одному и нашим захисникам, и тогда вместе мы точно победим. Слава Украине! Побачимось! Слава Украине!